Денежные накопления В иностранную валюту наши сограждане не торопятся Деловые новости на канале ОТС В студии Борис Киргенеков Здравствуйте! Сейчас познакомлю вас с последними событиями экономики в нашем регионе и в стране в целом В области активно развивается строительство объектов по системе государственно-частного партнерства Это различные индустриальные парки, дороги и мосты Успехи региона в этом направлении оценили и федеральные власти Новосибирская область вошла в топ-5 регионов по развитию ГЧП Выше показатели только у Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области Исследование проводило Федеральное Минокноморазвитие На сегодня в стадии реализации находится около 50 проектов Инвесторы вложили больше 5,5 млрд рублей на строительство объектов При формировании рейтинга оценивалась инвестиционная привлекательность регионов Развитие нормативной базы и опыт работы конкретных объектов Две крупнейших российских сети по продаже мобильных гаджетов вступили в ценовую войну В конце месяца компании резко увеличили объем закупок и начали снижать цены Некоторые модели подешевели почти на треть А Новосибирск вошел в топ-5 мобильного рейтинга Аналитики сравнили 15 крупнейших городов страны по количеству точек продаж мобильных телефонов на 100 тысяч жителей На первом месте оказалась Пермь Здесь насчитывается 36 тысяч точек На втором месте расположился Омск на тысячу меньше Следом идет Новосибирск с показателем в 33 400 салонов связи И на 2 тысячи меньше в Красноярске По данным Двагис количество магазинов в стране за год увеличилось на 5% В Новосибирске наибольший прирост был отмечен в Ленинском районе мегаполиса 9 июня в Новосибирске пройдет международный форум Технопром-2016 В нем примут участие тысячи участников, сотни делегатов со всей страны и зарубежных государств Эксперты обсудят дальнейшее промышленное и стратегические пути развития нашей страны Подробнее о форуме расскажет Анатолий Соболев, заместитель губернатора Новосибирской области Основной повесткой форума в 2016 году станет научно-технологическое обеспечение Решение стратегических задач Российской Федерации в Арктике Это поручение Дмитрия Олеговича Рогозина Напомню, что он когда выступал со своим докладом на предыдущем форуме, он такое поручение давал В этой связи одна из задач, которую решать будет Технопром, это как раз рассмотрение вопросов Арктики Также в рамках форума состоится обсуждение основных направлений долгосрочного развития национальной научно-технологической сферы И в этой связи у нас будет как раз два пленарных заседания С одной стороны, Новосибирскую область сложно отнести по географии, судя, к арктическим регионам Но тем не менее, с точки зрения проблематики развития технологической науки, технологии Мы, очевидно, можем быть хедлайнерами здесь К строительству готовым Проект 4-го моста через ОПИ назвали самым подготовленным для применения государственно-частного партнерства Он выдержал стресс-тест Федерального дорожного агентства В рамках теста проекты, претендующие на получение гранта и средств, собранных по системе Платон Представили основные финансово-экономические показатели и организационно-правовые модели Экспертам также было предложено оценить возможные риски при реализации проектов Ключевая цель стресс-теста – внести коррективы в ход подготовки проектов По его итогам проект Новосибирской области получил самое большое количество голосов – 62% Напомню, что проект 4-го моста в мегаполисе оценивается более чем в 30 миллиардов рублей Он должен связать и подромскую магистраль с площадью труда Останемся на старых колесах Новосибирцы стали покупать меньше новых авто Падение рынка аналитики агентства «Автостат» зафиксировали не только в нашем регионе, но и в стране в целом За первые месяцы этого года жители области купили в автосалонах больше 1500 легковых машин Этот показатель на 15% меньше, чем в 2015 По количеству купленных новых автомобилей Новосибирская область занимает 26 место среди всех регионов При этом падение продаж в регионе оказалось выше, чем в среднем по стране В России оно составило только 3,5% Всего российские автосалоны продали почти 169 тысяч новых машин Почти на всех видах транспорта с начала года зафиксировано увеличение объемов перевозки грузов Эксперты считают, что это симптом начала оживления экономики или, по крайней мере, долгожданной стабилизации после продолжительного спада Особенно вырос сегмент авиаперевозок По данным Росавиации, грузопоток российских компаний вырос на 7% За тот же период грузооборот морских портов России увеличился чуть меньше на 3% Схожий показатель перевозки по сети российских железных дорог Причин рерост в следующем логистические компании снижают цены, а дела у самих отправителей пошли в рост Напомню, что в прошлом году объем грузоперевозок в стране упал на 4% Добыча нефти в России с начала года выросла на 3 с лишним процента Объем достиг почти 135,5 миллионов тонн По этому случаю, цитата дня от Романа Панова, генерального директора холдинга «Росгеология» Цитата Нефть не закончится Это абсолютно точно На горизонте до 2030 года все те перспективные объемы, которые сегодня запланированы нашими крупнейшими компаниями Будут обеспечены уже подготовленными к воду в эксплуатацию запасами Конец цитаты Это были деловые новости на канале ОТС На этом я с вами прощаюсь Оставайтесь с нами Будет интересно Субтитры создавал DimaTorzok